Вечер добрый! Если выступления Моисеевского балета не заставляли вас аплодировать, неистовствовать, топать ногами от удовольствия, значит, вы ненормальный человек. Так в свое время писала французская газета Ле Порезьен. Сегодня, именно сегодня исполняется 60 лет ансамблю народного танца, которым все эти годы руководит... Встречайте! Игорь Моисеев, добрый вечер, Александр Ильич. Добрый день. Теперь о вас немного. Игорь Моисеев, народный артист СССР, лауреат Ленинской премии. Родился в Киеве в 906-м. Учился в парижском пансионе и московской гимназии. В 17-м за плату в 10 рублей и 2 полена дров в месяц поступил в балетную студию Масловой. В 24-м, после окончания хореографического техникума Большого театра, был принят в труппу и вскоре стал солистом. Через три года его назначили балетмейстером. В это же время увлекся фольклором. Попытка реализовать свои идеи в Большом не удалась. Моисеева обвинили в намерении превратить театр в пивную. Тогда решил создать свой коллектив. Ровно 60 лет назад, 10 февраля 1937 года, прошла первая репетиция первого в России профессионального ансамбля народного танца. Считает себя человеком вдвойне счастливым, любимая жена и любимая работа. Страстный коллекционер, собирает книги по искусству и марки. Но главное, по его словам, это танец. Жизнь, страсть, первая любовь. Игорь Александрович, 60 лет работы, 55 стран мира. Давайте вспомним, как это все начиналось. Ваши первые гастроли. Где это было? Первые гастроли у нас были, прежде всего, по Союзу, естественно. И довольно долго это было, потому что в то время ездить за границу ни с того ни с сего было очень сложно. Фактически, по-настоящему стали мы ездить за границу только после войны. А кто и когда послал вас за рубеж первый раз? Ведь в то время это была, прежде всего, видимо, политическая акция. Да, в какой-то мере, прежде всего, нас послала война. Еще во время войны, когда мы еще не выезжали за границу, мы были, выехали из Москвы в порядке того, что нас послали на Урал обслуживать подготовку вооружения. Затем нас послали на Дальний Восток. На Дальний Востоке мы были. Нас опекал флот. Даже форму носили мы флотскую. Даже я носил флотскую форму. Адмирал флота Юмашев нами особенно интересовался. Они нас скормили, поели. За это мы давали бесконечные концерты. И во Владивостоке, и на острове Русском. Там, где подготавливали бригады для посылки на фронт. Затем мы попали в Монголию. То есть, первая зарубежная гастролица была Монголия? Во время войны еще. Это было в 1942 году. Мы попали в Монголию. И прошли там, конечно, также с большим успехом. Но тогда, конечно, Монголия определяла главную зону. Нас экономически помогало. Потому что мы в Монголии сумели запастись продуктами. С тем, чтобы вернуться в голодную Москву. И иметь при себе запас. Потому что сразу карточек мы не получили. Мы полтора года до этого не были в Москве. Александр, когда вы впервые почувствовали, что вы, ваш ансамбль, нужны власти, нужны Кремлю. Что вы, как принято было говорить, действительно визитная карточка Советского Союза. Я могу это определить моментом, когда Тайжданов вызвал меня к себе и сказал, что мы пробовали посылать отдельных артистов, солистов в Финляндию. Это уже в конце войны продолжалось, но шла уже к концу. Но, вы знаете, это кончалось всегда неудачей. Потому что финанская публика сидела демонстративно скрести в руки. Ну, еще бы, мы для финнов агрессоры, враги. Да, и не аплодировали, понимаете. И заставить, конечно, их никто это не мог. Они уходили, исполнители уходили со сцены. Но это были одиночки исполнители. Без аплодисментов. И мы знаем, каким успехом пользуетесь вы. Мы надеемся, что вам удастся растопить лед. Вот с этим, так сказать, предисловием мы оказались в Финляндии. Удалось вернуть, ну, хотя бы отчасти вернуть расположение финской публики к россиянам, к советским тогда? Вы знаете, Жданнадаж завел специальный журнал, который просили зрителей записывать свои впечатления. И там было очень много такого, что ему очень нравилось. Допустим, такие фразы. Вот теперь мы понимаем, почему вы победили. Понимаете? Ну, я очень кратко вам отвечаю, но вы понимаете смысл этих... Игорь Александрович. То есть, незаметно мы переходили в область политики. Вы были частым и званым гостем на кремлевских приемах. Вы и ваш коллектив, да, или номерайз из ваших программ. Да. Вам приходилось встречаться со Сталином? Один раз он подошел ко мне и спросил, как дела. А дела у нас были плохи, потому что у нас не было помещения, где работать. Нас выгоняли отовсюду, поскольку мы снимали клубы. А в этих спортивных залах во многих были паркетные полы. А стоило моим молодцам, фанатикам начать дробить, как пол сокрушался, и нас немедленно отовсюду увольняли. Даже был такой комический случай, когда мы сняли железнодорожный клуб. Довольно ветхое здание двухэтажное. Внизу была столовая и кухня, наверху был гимнастический зал. Неужто обвалили потолок? Хуже. Кусок штукатурки свалился в котел со щами. В то время, как работала уже столовая. И мы не успели закончить репетицию, как мы уже были вне этого клуба. Но в связи с этим вопрос о помещении был для нас решающим. Как все похоже. Сегодня в Москве многие театры и творческие коллективы тоже стоят на очередь к власти, чтобы получить домик или полдомика. Все рождается в муках. Через это надо пройти. И как же решались эти вопросы? И вот подошел ко мне Сталин на приеме и задал вопрос, как дела? Я сказал, плохо, Иосиф Иосиф Иосифович. А почему плохо? Я говорю, вы знаете, Иосиф Иосифович, нам негде работать. Вот номер подмосковной лирикой, номер, который он очень любил и требовал, чтобы всегда он был в программе. Я говорю, я стоял на лестничной площадке. И Александрович, вы тогда понимали, что вы делаете и понимали, что вы говорите? Конечно. Правда? Конечно. То есть у вас была цель, и вы ее добивались? Да. Я воспользовался. Он так посуровил, поднял руку, и откуда ни возьмись, появился секретарь МК Щербаков. Он ему так через плечо сказал, у него негде работать, завтра доложишь. И отошел в сторону. На следующий день я был вызван в МК к Щербакову, и, значит, стали решать проблему, как быть. Он хотел опять нас куда-то в клубы. Я сказал, нет, мы уже во всех клубах перебывали, нас отовсюду выгоняли. Надо решать вопрос генерально. Он говорит, а что вы можете предложить? Я говорю, сейчас строится станция метро на площади Маяковского в здании, которое предназначено для государственных музыкальных коллективов. Когда-то это был театр Зон, потом этот театр перестраивал Мир Хольд для себя, а потом решили сделать государственные музыкальные коллективы, куда входил симфонический оркестр, оркестр народных инструментов, хор Свешникова, хор Пятницкого и вновь создаваемый ансамбль народного танца. Таким образом, вы с подачи Иосифа Виссарионовича оказались там, где вы потом прожили много-много лет? Я сказал, что поскольку все это здание в лесах, а вскоре вы собираетесь открыть станцию, удобно ли открывать станцию метро в здании, которое будет в лесах? Люди будут подлезать под леса для того, чтобы войти в метро. Говорят, вы совершенно правы, мы этого не учли. И позвонил, и тут же распорядился, что говорит, на два месяца позже вы пускаете, открываете станцию, чтобы все здание было сделано вами. Я еще знаю, был еще один эпизод со Сталиным, когда он, с моей точки зрения, он проговорился. Да, я понимаю, о чем вы говорите. Расскажите об этом. Ведь тогда зашел спор, по-моему, между ним и кем-то, кто там был, Буденный? Нет, Ворошилов. Ворошилов. Да. И Ворошилов. Сможет ли Моисеев поставить что-то по заказу? Да? В этом духе, да. Не совсем. Дело в том, что Ворошилов немножко ревновал наш ансамбль краснознаменному. Потому что он был покровитель краснознаменного, и вдруг появился еще новый коллектив, который тоже вхож в Кремль, и хочешь, не хочешь, как бы своего рода конкуренция получалась. Но он подошел ко мне, говорит, что собирается ставить. Я, зная его слабости, в этом отношении, говорю, вы знаете, Климент Ефремович, пока военных танцев я ставить не собираюсь. В это время, значит, сзади слышим голос Сталина. О чем это вы тут? Ну, Ворошилов отвечает, что вот спрашиваю Моисеева, что он может сейчас поставить. А зачем ты его спрашиваешь? Все равно, что Сталину нужно, он то не поставит. Ну, тут уже я говорю, Иосифович, вы только скажите, а мы постараемся сделать все, что в наших силах. Да нет, то, что Сталину нужно, вы же не поставите разгром Англии и Франции. Разгром Англии и Франции, это тогда было сказано, когда Германия уже вела войну в Европе? Именно, именно. Мне кажется, здесь Сталин точно проговорился. Образовалась страшная пауза, потому что все поняли, что это не простая фраза, а фраза, которая мобилизует внимание каждого. И действительно, у меня даже похолодело в душе. Меня выручил генерал какой-то, который сидел рядом со мной за столом, который был увешан орденами чуть не до спины, я так и не узнал его фамилии. И он сказал, что это же, Иосиф Иванович, это же ваше дело, не Моисей уже. Сталин ухмыльнулся и отошел в стол. То есть, Сталин тогда, в 1939 году, считал своим врагом не Германию, а Англию и Францию? Да. Ну хорошо, закончим с этой темой и перейдем к искусству. Позвольте мне привести одну вашу цитату. Русская культура непрестанно умирает и непрестанно возрождается в каком-то новом качестве. Но в сверхуродливой ситуации, в которую попала наша страна, культура, естественно, возрождается не так органично, как если бы она разбивалась без всех этих известных зверств и варварства. Умирает-то хорошая культура, а возрождается уже дурная, вульгаризированная, опошленная. Игорь Моисеев, культура, 30 апреля, 1994 год. Вы считаете, что вот сейчас опошленная массовая культура главенствует, что действительно истинная культура умирает и больше не возродится? Разве у вас в коллективе, по вашему коллективу это видно? У вас люди стали хуже танцевать, хуже относиться к своей профессии? Ну, нельзя эти слова понимать столь узко. Речь идет о том, что с умиранием духовности в культуре, культура неизбежно понижается в своем развитии. А что вы понимаете? Вот мне очень не нравится слово «духовность» в культуре. Духовность – это при все совесть. Начнем с этого. Без совести, без судьи внутри самого себя к тому, что человек делает, никакое дело не может спориться. Безусловно, но вот приводят многие, приводят ваше высказывание, сейчас вы его объясните, что вы говорите, что в моем ансамбле это единственное место, где остался Советский Союз. Была такая цитата в одном из ваших... Это репертуар. Речь идет о репертуаре, потому что мы отражали танцы и вообще культуру всех наших советских республик. В этом плане, я сказал, тут это не имеет отношения к... То есть, это не политическая декларация? Нет, нет, не политическая. Это культурная декларация? Да, культурная декларация, и я, так сказать, не собираюсь чересчур этим хвастаться, понимаете? Это просто профессиональное наше решение. А вот духовность, по-моему, без духовности никакое дело не спорится. Под духовностью, я разумею, не обязательно религию, понимаете? Духовное отношение к своему делу. Когда человек себя целиком отдает этому делу, понимаете? Я вспоминаю высказывание Королева, допустим, который говорил о том... Это наш Королёв, который создал ракету. Сергей Павлович. Да, Сергей Павлович. Который говорил, что самые счастливые дни их пребывания в Шарашке, когда они были в тюрьме, потому что там они решали научные вопросы, которые им предлагали. Помните это? Да. И те открытия, которые они там делали, и вообще вся эта работа по своему удержанию так их занималась, что они потом вспоминали, как лучшие самые счастливые дни их пребывания. Ну, точно так же, как... Это и есть духовность. Точно так же, как и юноши вспоминают, если им повезло, годы проведённые в армии или в стройотрядах. Вот, вот. Как престарелые мужи вспоминают о студенческих общежитиях. И так далее. Но... Но когда люди отдавали своё любимое дело себя целиком. Вот. С моей точки зрения, это тоже духовно. Да, но... Когда человек отдаёт, это всегда духовность. Когда человек стремится только брать... Секундочку. Именно поэтому вы никак не можете достроить свою квартиру? Или вы всё-таки достроили? Дачу. Дачу, извините. Нет, ещё не достроил. Игорь Моисеев, которого знает весь мир, который объездил весь мир, радовал концертами, творчеством, своим коллективом миллионы людей, 16 лет не может построить дачу под Москвой. Даже не дачу, а квартиру. Квартиру под Москвой? Квартиру, то есть в доме, в котором... Да, да, да. Это кооперативный дом ВТО. Значит, да, ВТО на 4 квартиры в каждом доме. Вот на эту квартиру с трудом довожу до конца. Скажите, пожалуйста, вот вам сейчас 90 лет, вы в замечательной форме... 91. 91. Прошу прощения. Да. Гораздо старше. Вы в замечательной форме. Когда-то вы перестанете заниматься своим ансамблем столько, сколько вы занимаетесь им сегодня. Что станет с ним? Мне трудно предсказать. Дело в том, что многое зависит от того, что будет со страной. Я думаю, что ансамбль будет развиваться вместе со страной. Если в стране будет понижение всех возможностей, значит и ансамбль будет плохо. Если страна будет возрождаться... Я не это имею в виду. Творческим руководителям, постановщикам вы ставили практически все танцы, которые... Весь репертуар. Весь репертуар ваш персонально. Да. Вы балетмейстер, вы хореограф. Да. Если вы отойдете от дел, скажем так, будете меньше заниматься ансамблем, есть ли у вас преемник? Видели, это вопрос очень щекотливый. Я не хочу сопоставлять себя с великими людьми, но если попробовали Бетховину задать вопрос, есть ли у него преемник, попробовали Пушкину задать вопрос, есть ли у него преемник, или ставить ему вину, что нет преемника, понимаете? Но вы перевыполнили задачу. Когда-то ведь существует высказывание «Театр живет одно поколение». Да, это фраза Немировича Данченко. История театра – это история одного поколения. Да, но история Моисеевского ансамбля – это история нескольких поколений танцовщиков. Потому что я долго живу. Дай бог вам здоровья. Я вам желаю удачи, успехов, здоровья. Это был «Час-пик» для Игоря Александровича Моисеева. Дальше точка. Его знает вся страна и полмира. Спасибо вам большое. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо.